Продолжение следует... 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 А то, что вчера меня интересует? То, что доза вчера нет, а вот вчера меня интересует. Еще нет. С утра, пожалуйста, проверьте и скажите мне. Хорошо. Я не то, что нет, я просто не проверял. Поэтому я спрашиваю, вы проверили? Вы уже себе ищете, что я что-то нашел? Я вам скажу, мы отошли от той практики, стараемся отойти от той практики, которую вы одобрили на дичебал. От отец этих шахматных дозов делать большую карту, для того, чтобы не было этих попрыгончиков и все кругляемые. Поэтому я не думаю, что там... Хорошо, что с мусорной площадкой? Мусорной площадкой, 18 площадок из 60 готовы. Тоже отставание. Отставание опять. У нас срок выполнения работы остался 22 мая. И когда мы думаем это делать? Больной вопрос, потому что после зимы было очень тяжело на предприятии. Зима была, скажем, легкая. Не было снега, не было чего. Не зарабатывало предприятие денег. Собрались некоторые долги, но ничего, налаживаем. Завезли материал хорошие. Дайте мне реальные сроки, когда вы сделаете мусорные площадки. Делайте анализ, сделайте... И посмотрите, сколько реально, чтобы вы вышли параллельно с ямочным ремонтом, параллельно вышли на ремонт полностью мусорных площадок. Это не терпит уже. Мы об этом говорим год. Что у нас на праздничные дни по вывезу мусора? Все нормально. Проинструктирована служба. 22-го рано утром будут контейнеры все убраны. Значит, моя просьба к вам, не то что просьба, а приказ. Значит, заключите договор со всеми экономическими агентами, которые будут находиться на центральной площади, которая осуществляет коммерческую деятельность. Заключите договора. Чтобы не получилось, как в прошлом году. Экономические агенты отторговали. Потом все легло на плечи Новиковой и ее личного состава. Что она, бедная, вывезла оттуда, наверное, за 10 камазов мусора, пустых бутылок, банок от пива. И чтобы у нас этого не получилось. Поэтому заключите договора с каждым экономическим агентом. Раваненко получила такой же самый приказ о том, чтобы экономический агент не имеет права шкать торговлю, пока места у него не будет, с ДРСУ договор и договор с БИО на уборку. Понятно, да? Два договора, два документа, которые должны быть у экономического агента. Я все понимаю, все хотят заработать на этом, но в ущерб предприятиям мы делать это больше не будем. Я понимаю праздник, я понимаю заработок, я понимаю жаркое мясо, продажи пива. Все это хорошо. Но после себя надо оставлять порядок. А тот, который мы с Новиковой в прошлом году идем в 5.40 или в 5.30 утра, и там я, извините, как будто я оказался на полигоне в Цамбуле. Это наша центральная площадь была. Понимаете? Да. Но это неприемлемо. То есть все должны за собой сразу убирать. Если мы заключили договора, значит договор заплатили деньги, Новикова убирает площадь, и экономический агент пускай будет спокойно спит после своего трудовой дня и ночи. Правильно? И так же самое вы. Вывезли мусор, экономический агент спокойно спит, знает, что он заплатил деньги, и все убрано. Понятно. Понятно? Да. Все, спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Предприятие продолжает работа в ремонт в ремонтах Света Николаев-21, Тубово-Берескудель, Островского сферокса ремонта от источной трубы и жилобов и ремонта Литшак, а также продолжается работа по благоустройству во дворах, демонтаж старых игровых элементов. Это Конева-1А, 1-3-3-5, Конева-30-28, Александр-Чугун-40, Проспект Победы, 90-й плане, Винес-Кусель, вывозится и демонтируется старые скамейки, новые скамейки, ведутся работы по замене и ремонту сетей КВС, канализации, как по заявлению, как согласно графику. Был выполнен большой объем по Кваджарской, 92 и Бориса Главана, 21, замена канализации от дома сетей с подвалов и колодцев во дворе. В аварийную службу поступило 130 заявок, продолжаются работы по покосу, уборке травянина, травянина мусора и вывоз на полиэтилы. Все работы ведутся в заключен порядке. Наша служба самоуборки подключена к работникам био на побелку бордюров, дичебалы от Рыжханского круга до школы и на мясо, до шлефа на мясо. А кто шлят побелку бордюров по улице Бегарина, ее? Бео, бео. Слава, не здорово. Хорошо понятно. Татьяна Ивановна, подскажите, пожалуйста, мне есть жалоба от людей, что 4 года назад они обратились к вам по ремонту входной группы улицы Харабан-2, первый подъезд. И 4 года, якобы, никто не реагирует. Это правда? Там есть 6 лет назад был выполнен ремонт в подъезде и на тот момент сделан был ремонт ивхозного козырька. И мы выйдем по месту проведем. А именно сама, будем так говорить, площадка, сам порог. Тогда площадки не делались. Значит, выйдите после совещания, сделайте обследование. Если люди к вам обратились, то вы качественно делаете ремонт, например, на улице Стройска, Бурлалайс. Я ничего не имею против и никаких нареканий к вашему личному застану. Ну, правильно, но тогда 6 лет назад почему вы не сделали? Не можете знать. А кто должен знать? Я не могу знать. Но я обязан знать. И я в ответе за вас и за ваше предприятие. Я не могу сказать людям, что я не могу знать, почему не выполнили 6 лет назад и 4 года назад данный ремонт. Поэтому, пожалуйста, после совещания выйдите, посмотрите, в чем там есть, какие нюансы и устраните их в кратчайшие сроки. Так, еще раз, улица Карабан, 2, первый подъезд. Дальше, следующий вопрос. По выводам счетной палаты. Скажите, пожалуйста, в 2001 году, насколько мне известно, квартиру получил гражданин Градинар. Это на БАМе район магазина Фидеск. Значит, были поданы, я так понял, исковые заявления об освобождении квартиры. И с 2012 года там выводы, чтобы вернуть собственнику квартиру, плюс никаких начислений, я так понимаю, за аренду данной квартиры. Ничего нет. На каком этапе вообще у нас, что происходит с этой квартирой? Жанна, который занимается начальник юридического отдела совместно с юридическим отделом премьерии. Там подготовлены документы повторно в суд для обновления. Значит, возьмите, пожалуйста, на контроль, потому что 21 год нет выселения никакого. Ни выселения, ни платы за эту квартиру, то есть, ни арендные платы. То есть, люди получили, как служебное жилье, я так понимаю, передали, так им захотелось, другим людям, каким-то своим родственникам или знакомым. По доверенности передали. По доверенности передали, неважно. Есть решение суда, и никто его не исполняет. Или решение суда, так написано, как-то непонятно, что мы должны выполнить. Поэтому я вас прошу, эту квартиру полностью под контроль. Нет, эту квартиру надо отдать сиротам. А чтоб не жили там разные кто-то, я не знаю, кто там проживает, но 21 год, это неприемлемо. У нас сироты без квартир. И есть люди, которые нуждаются в квартирах. Хорошо? Спасибо. Глорин. Предприятие выполняет входы в полном объеме. Все вопросы решаются в рабочем порядке. Спасибо за какой-то четкий, краткий ответ. Я бы хотел перед Бельчанами извиниться за улицу Киевскую. Я знаю, что много было нареканий о том, что подъезды первых этажей на улице Киевской были затоплены, что были неприятные запахи на первых этажах. Но сегодня мы это все устранили. То есть в праздничные дни, которые были, совместно управление коммунального хозяйства, совместно Глоринг, ДРСУ, устраняли все... Компания Валес, да, нам помогала так. Компания Валес устраняли на выходные эти проблемы, от того, что общая канализация у нас вышла из строя. Но сегодня это все устранено. Поэтому перед жителями улицы Киевской мы извиняемся за причиненные неудобства. Но все исправлено, сегодня все работает. Я думаю, что дальше мы отремонтируем капитально канализацию, поменяем ее, и тогда люди Киевской, как они... Было построено в 1974 году, в следующий раз обратиться мне лет через 50. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос, я извиняюсь. Значит, тоже Глорин. Вопрос такого плана. Последние пять суток, или семь суток, по улице Александр Челбун, с улицы Смолян течет канализация. То есть фекалий. Выходят они полностью в поле чудес, на проезжую часть, уходят они и на Дечебал, и с Дечебал они уходят на Александр Челбун, в сторону, получается, Словены, девятиэтажных домов. Неприятный запах, полностью некрасивая ситуация, въездная группа нашего города. Ну и самое главное, это экологическая безопасность. Насколько мне известно, я так понимаю, что это канализация частная. Она не взята вами на обслуживание, именно Глорингом. Там выходят какие-то частники и говорят, что это канализация их, построенная за их средства. Я все понимаю. Все хорошо. Но вы должны поступить в этой ситуации очень жестко. Так как поступил водоканал. Водоканал их заставил переделать все согласно проекту. То есть они линию водопровода сделали согласно проекту, и сегодня нет проблем с водоканалом. Поэтому у меня к вам просьба и просьба к инспекторам экологии о том, чтобы в этой ситуации вы выписали предписание и поступили очень жестко, что касается этой канализации. Не должны все бельчане терпеть сегодня неудобства из-за прихоти каких-то частников, которые построили себе эту канализацию, которая не взята на обслуживание, а главное, нашим предприятиям. То есть она сама по себе. Да, Вячеслав Иванович, эта канализация? Она в воздухе. И построена, я так понимаю, она с нарушениями. Если есть такой вид, что каждые сутки идет прорыв, и каждые сутки, последние 7 дней, мы наблюдаем картину такую, что мне люди звонят с улицы Дечебал, с 9-ти этажек, и Николай Николаевич подъедте. Я подъезжаю и смотрю, что там творится. Понимаете? Поэтому я вас прошу, вы, экологи, отреагируйте очень жестко на эту ситуацию. Выпишите предписание, выпишите полностью, чтобы они переделывали данную канализацию. Нет, пускай они обращаются в организацию, которая строит канализацию, согласно проектной документации, и чтобы это было все построено. Понятно, да? Не так, как у нас сделали так же самое на улице Пушкина. То есть на улице Пушкина построили тоже самую частную нить водопровода, не по проекту, и сегодня, когда нам надо делать капитальный ремонт дорожного полотна, мы упираемся в линию водопровода. Да? После канализации, не придется. А, это еще, это и канализация, да? Вот видите? Поэтому, чтобы такого не было, пускай, пожалуйста, строго по проекту построят, по точкам, и тогда все будет понятно, кто эту канализацию обслуживает, чтобы у нас не было больше вот этих вот неприятностей, которые включаются сегодня, особенно в летнее время года, когда стоят теплые дни, когда на улице плюс 27, плюс 30, и наши бельчане вынуждены дышать канализацией, которые спускаются к нам с поля чудес. Мы все понимаем, кто там живет, но, пожалуйста, пускай они за свои деньги и построят ее. Понятен вопрос? Спасибо. Приют, пожалуйста. Добрый день. Через день я работаю с штатом Оргенеем. работаю по поступающим заявкам по всем предусмотренным видам деятельности. По тем адресам, которые были указаны на прошлом совещании, это центральный детский парк, был отработан, и центральная часть города тоже. Остался один из вопросов, но, значит, там касается животных, у них есть хозяева, мы обратились в полицию, значит, вместе с полицией решили этот вопрос. Что в парке детском нет собак? Я хочу сказать огромное спасибо. У нас была огромная стая здесь не собак, очень долгое время работали, ребята отловили, и через буквально 10 дней у нас появилось еще 3 собаки, которые сделали очень лишение удобства. Спасибо огромное. Их отловили, мы сегодняшний день работают спокойные работники предприятия и посетители. Хорошо, понятно, спасибо. Здравоохранение, пожалуйста. Здравоохранение, спасибо. Спасибо. Ведутся работы по покосу травы, по удалению сорной растительности, продолжаются работы по благоустройству цветников, по высокие цветочные рассады, ведутся работы, продолжаются работы по обработке зеленых насаждений, есть разогревание зеленых насаждений, работа в детском парке, в центральной части города, сегодня передвигаются в сторону БАМа. Эти работы будут продолжаться на этой неделе, на следующей неделе, пока мы не закончим обработку всех грёных наследений, которые из этого нуждаются. И с 1-го числа мы начнём работы по обработке от клеща на тех объектах, где это будет необходимо. Ведутся работы по выкорчёвке к ней, ведутся работы по сносу и устранению военных ситуаций по зелёным насаждениям. Сегодня начаты работы по мытью чаши фонтана и подготовке его к запуску с завтрашнего дня. До конца дня будет закончено и установлено всё оборудование. С завтрашнего дня мы планируем начать заполнение чаши водой. Оборудование, которое чистит воду, готово? Что? Оборудование, которое чистит воду. Да, безусловно. Пылесосы водяные и договор по поводу необходимой химии тоже есть. Хорошо, спасибо. Меня интересует другой вопрос. Скажите, пожалуйста, та трагедия, которая произошла в Кишиняне, какие меры вами сегодня достигнуты для того, чтобы... Вот я вчера наблюдал, например, будучи на форуме, я после этого проехал по паркам города Кишинёва и так далее. И везде службы, то есть ваши коллеги, в срочном порядке, начали обрезку деревьев, обрезку веток. И мне было интересно. Я подошел и говорю, скажите, у вас есть заключение экологии на данный вид работ? Они говорят, извините, сегодня такая ситуация, что заключение мы ждать не будем. Ваши действия, скажите, пожалуйста, какая сегодня очередность у вас по заключению инспекции о том, о сносе тех деревьев, которые, например, находятся на территории детских садов, наших школ, детских площадок, наших дворов, где есть сегодня детские площадки. Какая необходима сноса деревьев? Я вам просто сейчас скажу адреса, которые я с ней утром объехал. И есть такие адреса, где над детскими площадками свисают ветки, но, извините, они уже не распустятся. То есть они уже засохли. А ветка там составляет порядком 10-15 сантиметров толщиной ствола. Крайне кажется, что бы не было такой ситуации, как в Кишиноке, что предприятие отбудало постоянно без остановки и делало все возможное. Мы знаем, насколько у нас было сложностей с активистами и с некоторыми жителями нашего города. Это еще одно доказательство того, что... Конкретный вопрос. Я же даю вам. Детские сады, школы, детские площадки. Николай Николаевич, детские сады и школы находятся на балансе зеленого насаждения в Горано. Все заявки, которые поступают к нам, выполняются молниеносно. И заявки по детским... Управление образования. Скажите, пожалуйста, какая ситуация сейчас в детских садах и школах по сухим деревьям, сухим веткам и так далее? Вчера производились работы во втором садике и в третьем. Сегодня будет продолжаться работа во втором садике по сносу деревьев, аварийных деревьев. Было отправлено распоряжение об идентификации всех деревьев, аварийных и ограничение доступа детей и людей. И в дальнейшем, чтобы начать процедуру об устранении аварийных деревьев. Скажите мне, пожалуйста, в каком количестве у нас сегодня находится в детских садах, в школах количество деревьев, подлежащих строчному сносу, чтобы увидеть опасность? Количество какой деревьев? Пока только информацию собираем. Я пока понял. Обращение, которое выйдет к нам от... Значит, послушайте меня. После совещания берете вы, ваша служба, выезжаете, даете указания, которые находятся на местах, то есть это заведующие детских садов, школ, чтобы они вам срочно сегодня до 15 часов дали всю информацию о срочном сносе, где у нас, вы видите, что уже деревья там наклонились, да? Вы не ждите мне какую-то трагедию. Я не, как Ваня Чабан, я не буду вас просить уволиться. Я вас посажу в тюрьму. Понятен вопрос? Конечно. Значит, до 15 часов мне, чтобы была вся информация. Вы, Светлана Викторовна, предусматривайте, пожалуйста, все меры в детских парках, в лесопосадках, где у нас идут сегодня гуляют люди, гуляют дети, обследование полностью с помощью ваших заместителей и мастеров и, пожалуйста, полный контакт с инспекцией, потому что мне заверили, что со стороны инспекции никаких затягиваний бумажных отношений у нас не будет. Инспекции не было. У нас проблема. Все отлично. Отлично. Детский парк, который я к открытию, полностью произведено обследование. Светлана Викторовна, если у вас все хорошо в вашей службе, я буду только рад. Только буду рад. Еще раз говорю. Я не буду никого просить там, напишите заявление об увольнении. Никого не буду просить. Есть ваши служебные обязанности, которые вы обязаны выполнять. Поэтому управление образованием выполняет свои обязанности, вы выполняете свои обязанности. До 15 часов мне нужна вся информация. Если у вас все хорошо, я буду только рад. Я буду только все отлично. Если в управлении образованием есть какие-то минусы, значит, мы должны на них отреагировать. И никак мне сейчас докладывают, я не готов сказать, сколько у меня деревьев, или мы готовимся с инспекцией к чему-то. Не надо готовиться, не надо ждать. Все отлично. Обращение это хорошо, обследование и контроль это все другое. Все, спасибо. Гостиница, пожалуйста. Приятное, работаю в штатном движении. Сегодняшний день размещено 93 человека. Обеспечены при фразовом питании. Все работает. Работаем активно с гуманитарными миссиями. На прошлом неделе было две организации, которые обеспечены все необходимым. Подпадаем. Беженцы. Спасибо. Урс, пожалуйста. В рамке подготовки к празднованию Дню города покрашено три столба в аллее классиков. Будем подключать, наверное, в пятницу подключим здание Примарии к праздничной иллюминации. Там светодиодный, не имею в виду, перед Примарией. И готовится согласно вашему распоряжению по подключению необходимых оборудования во время празднования Дня города. На многих подстанциях в ближайшее время сгорели реле контроля фаз на некоторых подстанциях. В это время включается вечером ручной подстанция. Будет заменена, будет подключена автоматически, выполняется. Понятно. Доложите мне ситуацию по улице Индепенденции. По улице Индепенденции. Работа остановлена в связи с тем, что первое, как вы уже отметили, частная фосфекальная канализация построена с отклонениями от проекта и подрядная организация не может выполнить проектное решение по устройству основания дороги. Либо канализацию, либо надо переносить. Какие действия приняты? Что с этим экономическим агентом? Ты выполнял ремонт канализации, установку новой канализации, строил ее. Какие действия приняты для того, чтобы... Уведомлена агентство по техническому агенту. Ну и что оно? Приостановило работу экономического агента? Ну не приостановило. Оно должно вынести какое-то решение, или через суд, или переложить, выполнить проект. Либо нам для ремонта этой дороги нужно, чтобы они выполнили проектный вариант. Тогда он не мешает. Тот его проект, который предусматривал... Остальных препятствий нет? И есть проектная организация будет, проектировщик выйдет в понедельник-вторник сюда. Насчет отметок верхоканализации, верхопокрытия канализации и покрытия дороги. Там есть расхождение в 4 сантиметра. Я так сожалею, я понимаю, что это вина, конечно, не моя и не чья-то. У нас тендеры выигрывают компании, и непонятно, что за компания. Вот у нас у меня проблема есть, например, в 16-й школе. У нас у меня проблема есть с индепенденцией, потому что непонятная компания выиграла тендер, который не имеет сегодня финансового покрытия. На болгарской что у нас? Работы остановлены. Так, и что там у нас? Подрядная организация обосновывает это тем, что нет ответа конкретного от бенефичаров, от заказчика премарии об удорожании материалов. Принимается удорожание в связи с подорожанием? Чего удорожание? Что? Какое удорожание? Мы закупаем плитку на ДРСУ дешевле, чем они нам показывают. Какое удорожание? О чем вы говорите? О 70 тысячах? Я просто разочарован тем, что происходит. Правильно возмущаются все примары. Правильно возмущаются. О том, что неправильно проводятся эти тендеры, что выигрывает компания, которая ждет низшую цену, не компания, которая имеет финансы и опыт, а выигрывает у нас компания, которая сделала какую-то улицу, не знаю, улицу, к примеру, в каком-то районе нашего города, все, они уже имеют право участвовать в тендере. Неправильно это все. И неправильно готовятся те к заданиям. Не должна так быть, что компания, не имеющая денег, выигрывает тендеры, а потом берут, выкручивают руки, говорят, что товар подорожал, увеличьте стоимость объекта, увеличьте еще что-то, сроки продлите и так далее и тому подобное. Я с этим в корне не согласен. Я этот вопрос буду поднимать. Хорошо, спасибо. Троллейбусное управление. Троллейбусное управление выполняет заказ полный объем, давление 38 транспортных средств по заказу 8, и ведутся подготовительные работы к престольному празднику. Понятно. Значит, там вы в курсе, да, что вы троллейбус, который стоит свободен от работы, значит, вы его подгоняете для дефнисии, чтобы экскурсия по нашему городу была в электрическом транспорте. Да, понятно. Спасибо. Дальше. Пишут люди вот нам, что мы обещали улицу Тухачевского, негруцы и ждут обещанного ремонта. Почему не начать ремонт с асфальтирования нашей улицы? Пишут Иванович, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Вопрос ремонта улицы Тухачевского зависит от того решения, над которым занимается подрядная организация, связанная с переукладкой ливневой конвежиции. получена от ДРСУ подробная информация, где на каком участке, по каким отметкам находится эта вся существующая ливневая канализация. Ну, хорошо, не говоря, что на Тухачевского, негруцы есть канализация. Есть канализация, но она маленького диаметра. Она обеспечивает пропуск воды с улицы Советской, Фервярева, по улице Тухачевского через Мицкевича. Это какие сроки выполнения работы? Вчера передали, вчера мы получили, вчера передали ту информацию, которая саккумулировала, она не располагала ДРСУ эта информация, она саккумулировала путем выхода на место. Вчера передали, на этой неделе рассчитываем, что сумеют обработать и посчитать площадь водосбора, которую нужно туда запустить, и в какой диаметр она вместится. Если она вмещается в существующий диаметр, то нам ничего не нужно разрывать. И тогда можно говорить о том, что мы с верхней точки начинаем делать ремонт улицы. Если нужно будет перерывать, увеличивать диаметр, то тогда придется всю Тухачевского перерывать. До того, чтобы уже не наступать на все эти больные места, не попадать на все эти больные места, мы лучше воздержимся на две недели от принятия окончательного решения, но потом не будем ничего переделывать. Не будем искать, вот как сейчас с ДРСУ, искать бут, срочно, чтобы кинуть на низ бут, потом фракционный материал крупного, чтобы сделать водопонижение в том микрорайоне по улице Стрельской. Уже все дуем на холодное. Лучше подержимся еще две недели, и будем знать, что мы отвечаем, чем сейчас мы расковыряем и застрянем, или начнем ложить, а потом придется на каком-то сегменте ее ковырять. Я боюсь чего? Что со стороны Советской этого диаметра будет хватать, а потом, когда с этих пятиэтажек будет вода подходить, она не будет опять вмещаться. Куда пойдет? Опять к ним назад. Поэтому потерпим две недели. Две недели до принятия решения. Хорошо, я буду. Экология, пожалуйста. Да, мы бы хотели бы внести немножко ясности по поводу ситуации, которая сложилась, не плачевной ситуации, которая сложилась. Вот, как я поняла, Минцепут Кишинев. В этой связи хотим напомнить также гражданам о том, что с 2018 года общепринятая экология после проведения проведенной реформы было разделено на два учреждения. Это инспекция по охране окружающей среды и агентство по охране окружающей среды. Последнее, то есть агентство по охране окружающей среды, было полномочено действиями по приеме и выдаче позволителенных документов, а инспекция по проведению мониторинга и тех расследований, которые связаны с нарушением нормы окружающей среды. Поэтому для выполнения таких работ, как уход за зелеными насаждениями, которые произрастают на муниципальной собственности или в собственности какого-либо учреждения, учреждения, которые отвечают за земельные отношения по территории, которая произрастает зеленые насаждения, готовит ряд документов, сет документов, после чего обращается в агентство окружающей среды для получения авторизации. В этом случае инспекция лишь обеспечивает вывес на место и составление актов. Весь пакет документов, как подача, так и получение, идет со стороны агентства. Что бы ни было. Да. Я позволю себе тоже вмещаться и сделать эту озвучку. преднамеренно, сразу говорю. К инспекции, как и к нашему агентству, экологическому, для них нет никаких претензий. Работает все. Но сама схема, по которой разворачиваются все эти события, причем она дублирует тот более продолжительный, как я считаю, негативный опыт, мол, телеком, что все это перенесено выписка этих документов в Кишиню. А на определенном период времени, аж в Кагу, ну, я когда это слышал, говорил уже вам, это просто, ну, слух режет. Поэтому здесь, наверное, нужно, если будет когда-то ставиться, будет ставиться конкретный вопрос в обнесении изменений во всю эту схему, то это должно касаться и, мол, телекома, и других децентрализованных, деконцентрированных служб, которые удалены. Может быть, вот этот статус тоже сыграет свою роль. Но как так? По такой большой территории все обследуется здесь, а, как только что сказал представитель, позволительные все эти документы оформляются то ли в Тишиневе, то ли аж в Кагуле. Вот тут Бубка, вся беда сконцентрирована. Не очень аккуратно. Подготовьте мне этот вопрос, я обращусь к премьер-министру. То есть нужно обязательно что-то поменять? Совершенно верно. Подготовьте мне этот вопрос, я обращусь, еще раз говорю, к премьер-министру с этим вопросом. Полиция, пожалуйста. Я хочу воспользоваться ситуацией, что есть и средства массовой информации, есть ряд руководителей предприятий с целью общей информированности дополнительной информации по параду, по Дню Гора. Парад, демонстрация, парад будет проходить по той схеме, что со стороны Михаила Тязова начало движения по улице Индепенденции по площади и с выходом на улицу Пушкина. Сразу скажу, что с инспекторацией полиции постепенно договорилось, чтобы на тот период времени, когда будет колонна выходить с Индепенденции, разрешить и правый поворот, чтобы не все сходили с такой в один левый поворот на место Пушкина. Теперь по вопросам, связанным с самим парадом. Его формирование начинается заблаговременно с утрат. Мы в 9.45 заканчиваем прием машин и в 10.30 прием людей. Хочу обратить внимание всех, что мы оставляем себе зазор на начало движения всего в 15 минут. Поэтому я прочитаю быть внимательными, ориентировать людей, да, солнечно, или будет дождь, что, чтобы люди долго не стояли на площади, мы оставляем себе 15 минут. Мы к этому готовимся тем путем, что расписываем, где кто, на каком участке будет стоять. Так, мы приняли внимание, что мастерская ЖКХ находится в вашей колонне, мы ставим туда, прямо под мастерскую. Мы приняли внимание, что троллейбусное управление, сразу говорю, что все знают, что троллейбусное управление будет в колонне один из новых троллейбусов, чтобы он не стоял на подъеме и не двигался на том подъеме. Мы его поставим, грубо говоря, под окнами, под примарией, у меня под окнами. Там вы его сможете данной линией. Хочу также для всех, я все скажу отдельно на совещании, значит, также хочу сказать, что обратите внимание заблаговременно и чтобы все люди были информированы, что до момента прохождения, что люди с колонны могут выйти не сразу после трибуны, а у волки лекома, чтобы скверу русский чай могли выйти на центральную установку. Не раньше. Мы поставим там везде эти ленточки, и это не получится у людей просто так. Второй спектр. Машины, когда будут выезжать, они имеют там навесное вот это, и они только за дом быта, ближе к ресторану Нистру, там смогут только остановиться, снять с себя те флажки, которые мешают водителю, и только после этого подойти уже к улице Пушкина, сделать правый либо левый поворот. Начало всей колонны формируется так, чтобы было всем понятно, на уровне входа в магазин бонус. Но со стороны бонуса одна полоса порядка 7-8 метров останется для того, чтобы люди могли проходить. Все остальное, начиная культура, образование, социальный блок, включая медицинский блок, все это будет собираться на участке от улицы Индепенденции от магазина бонуса. Мы проинформировали каждого ответственного по предприятию этих мер. Сейчас я думаю, чтобы первичная информация была у всех через кто смотрит нас. На каждом перекрестке в нижней части улицы Индепенденции на каждой перекрестке будут находиться наши люди, которые будут встречать, ставить на установленное место, и потом только по команде наших людей, которые будут двигать колонну, начнется ответ в движении. Отдельное совещание еще снова. Да, еще в этом году, конечно, будет у нас впервые, не будут идти, будем так говорить, в коробках не будут идти 5 человек, то есть предприятия, 7 человек предприятия, все идут, минимум коробка, это 30 человек, все они формируются, выдвигаются определенным строем и идут маршем по площади именно в таком количестве людей, то есть по 5-7 человек больше не будет. Все, если есть вопросы, пожалуйста, нет, значит, идем покуриться. Спасибо.